«Господи! Петя! Помоги! Больно!» Крики хлистали по ушам, отражались от стен подвала и, словно бумеранга, возвращались ко мне в голову. Я не хотел их слышать. Я хотел упасть, зажать руками уши, закрыть глаза и представить, что это всего лишь кошмарный сон. Сейчас я проснусь и ничего этого уже не будет. Я просто подскочу у своей постели и, часто дыша, вытру мелкие каплики пота с лба. Но этого не произойдет. Падать нельзя. Нельзя останавливаться ни на минуту. Малейшее примедление – смерть. Я бежал, задыхаясь. Ноги вязли в вонючие грязи. Впрочем, я уже знал, что это не просто грязь, но сейчас мне было абсолютно плевать на это. «Петя!» – дядя Миша надрывался у меня за спиной. Не останавливаться. «Бежать!» – спастись самому. «О, блюдок! Помоги же мне! Больно!» «Да твою ж, мать!» – вырыгался я про себя и развернулся на паблуке. Липкая грязь собралась в гору, пятки, но тут же большая часть слетела, когда я рванул к лежащему на полу дядя Миша. Он уже весь извивался в грязи и сейчас обеими руками держался за ржавую трубу. Увидев, что я бегу к нему, он закричал. «Отцепи от меня эту дрянь!» Нечто уже плотно вцепилось ему в ноги и тянуло дядю Мишу за угол. Это было видно и по его полному боли лицу, и по напряжению. Из страны натянутости тела. Подскочив к нему, я схватил дядю Мишу за руки и потащил на себя. Таблуки моих ботинок заскользили по грязи, прочеркивая широкие борозды. То, что тянуло дядю Мишу из-за угла, обладало нечеловеческой силой. Труба, за которую держался Михаил Васильевич, заскрежетала и вылетела из старой кирпичной стены. Тут же он намертво вцепился мне в предплечье и носовые быстро потащил из-за угол. Утро. «Ну что, поедешь?» – спросил дядя Миша, вытряхивая из кармана спецовки шелуху от семечек. «Да не знаю. А точно работа на пару часов. А то не хочется весь выходной проморгать». «Да не суетись ты. Я о тебе как сантехник с опытом говорю. Работа на пару часов. Да и то просто походить и посмотреть. А то можно за такие деньги и весь выходной ходить можно». «Ах, хрен с ним, поехали!» – махнул я. «Вот и отлично. Запрыгивай!» – обрадовался дядя Миша и похлопал по крыше своего москвича. Я залез на пассажирское сиденье и захлопнул за собой дверь. Дядя Миша быстренько бежал вокруг машины и плюхнулся на водительское. «Точно нормально, захлопнул?» – спросил он. Я кивнул в ответ. «Ну-ка, еще раз хлопни!» Зная, что спорить с дядей Мишей бесполезно, я хлопнул дверью, опасаясь, что ржавое ведро, которое дядя Миша до сих пор называет машиной, развалится. И тут удовлетворенно кивнул. «О, теперь вижу! Далеко ехать-то?» – спросил я, щелк и ремнем безопасности. «Да не, я же говорю, тут рядом, ща минуту за двадцать доедем. Я же тебе говорю, за двадцать тысяч в день я могу хоть на край света и трезвый!» – рассмеялся дядя Миша. «Не врут хоть насчет двадцати? Больно много!» Я до сих пор сомневался в гладкости. Дядя Миша не история, проплевывая шабашку. Двадцать тысяч за простую проверку труб слишком много. «Да я же тебе говорю, там богач какой-то этот дом выкупил. Хочет вместо него бизнес-центр какой-то построить или вроде того. Ему надо все срочно, да побыстрее. Ты же знаешь, у всех этих денег жопы жуй!» – сплюнул в приоткрытое окно шелуху дядя Миша. «Так от того и денег много, что просто так и не раскидываются!» – подумал я. «Ладно, поглядим на месте!» – я вытащил из кармана икос. «Все, отраву свою куришь!» – неодобрительно покосился дядя Миша. «Ты курил их побольше моего!» «Так я нормальную сигарету курил!» «Да и то же, говорю тебе, бросил их за сердце. Вон семечки теперь клюю!» – пихнул он пакет семечек в бардачке. «Только плохо, что шлоха в зубах застревает. Давлюсь потом постоянно. А эту вашу брень и под ружьем в рот не возьму!» «Зато водку только так!» – ухмылялся я, вставляя стик. «Водка ж, а наш лекарство!» – поднял дядя Миша палец. «Много нельзя, а чуть-чуть необходимо!» – сказал он и тут же рассмеялся о собственной шутке. «Ты-то у нас самоболезненный, смотрю я!» – глупнулся я, опуская в окно, выдыхая в него струи менталового дыма. «Вот не хватает тебе, Питя, уважения к старшим!» Так мы ехали дальше, под непрекращающие сиденья на Мишину болтовнё. За окном плавно проплывали серые спальные районы, облезвые деревья и почерпневшие ноздреватые сугробы. Колеса месили кашу и иногда даже давали фонтан грязной воды из какой-нибудь особенно глубокой лужи. Ранняя весна во всей пасмурной красоте. От холода до всей этой сырости устал уже я, тепла хочется. Но все эти серые панельки, серое небо и серый снег так опостылели, что аж плакать хочется. Затем пошли длинные кирпичные срочины между собой девятиэтажки. И, наконец, у одной стоящей особняком свечки мы остановились. «Всё, насушу!» Скомандовал дядя Мишем, и мы выбрались из машины. Поднял голову, я глянул на возвышающееся надо мной здание. Словно могильная плита, она торчала из земли, упираясь в небо и пронзая с собой свинцовые облака. Пустые и тёмные глазницы окон холодно смотрели на нас, будто на муравьё под сапогом великана. Это была самая обычная старая кирпичная свечка с высоким крыльцом, у которого был припаркован чёрный внедорожник. Блокированная иномарка смотрелась на фоне обшарпанного здания чужеродно и неестественно. Дверь с водительской стороны приоткрылась, и оттуда вышел крепкий парень в кашемировом пальто. — Михаил Васильевич? — спросил он, подходя к нам. — Он самый. — Приятно, Дмитрий, — ответил парень на руку пожатия, и, не опуская руки, повернулся ко мне. — Пётр, — пожал я ему руку. — Приятно, — кивнул он. — Готову приступить к работе прямо сейчас. — А можно про оплату подробнее узнать? — спросил я. — Конечно, двадцать тысяч каждому после выполнения работы. Дмитрий вытащил из внутреннего кармана два конверта и протянул нам. — Можете пересчитать прямо сейчас и забрать половину аванса. Я взял у него конверт. И правда, внутри лежало четыре пятитысячных купюры. Я вытащил дверь и, сунув в задний карман джинсов, вернул конверт Дмитрию. Дядя Миша проделал то же самое и сказал. — Ну, показывайте фронт работы. — Берите инструменты и за мной. Я открою вам подвал. — Улыбнулся парень. Дядя Миша шустро побежал к багажнику и вытащил оттуда спецовку, ящик с инструментами. — Накинь, а то измажемся, — сказал он, кинув мне одежду. Я зашагал вслед за ним, на ходу натягивая спецовку. Прямо на куртку сейчас в подвалу холодно так, что через полчаса трясти начнет. — Когда закончите, то постучите в дверь. Закрою за вами, а то, мало ли, сами понимаете. Улыбнулся Дмитрий, открывая оранжевую железную дверь. — Есть. Дядя Миша шутливо удал честь и шагнул в темноту подвала. Я пошел следом за ним. Дядя Миша уже топал где-то внизу бетонной лестницы, что-то насвистывая себе под нос. Я включил фонарик и начал спускаться. Пасти сразу же за спиной захлопнулась дверь, оставив меня наедине с лучом фонаря и затвостью подвала. Два оборота ключа глухо подытожили мою участь, и, вздохнув, я поспешил вниз. — Ну, чего застрял-то? — спросил дядя Миша, когда я вывернул из лестницы снова загудка. — Да вы шустрее, баука-медвигай. Мы зашагали вперед. Это был обычный подвал. По бетонным стенам тянулись ржалые трубы, пахло плесенью, сыростью и затвостью. Так мы шли около часа под нескончаемый трюк дядя Миша, лениво вводя лучами по стенам в поисках неисправности. Вроде бы все шло гладко, но что-то не давало мне покоя. Слишком странный был этот Дмитрий и слишком большая оплата. Какое-то внутреннее чуть-чуть не давало покоя и все время подмывало, нагоняя мысли, что дело нечисто. А вот дядю Мишу, судя по всему, ничего не волновало. Он спокойно шагал по влажному полу и разглавовывал о том, что он подарит с неожиданно свалившейся наглого суммы жене на грядущее восьмое марта. — В ресторан с ней сходим, а то уже клюют меня с этим третий месяц. Я же говорю, баба, они такие, без подарков с ними долго не протянешь. И то под моей ногой что-то глухо стукнуло, словно под полом резко образовалась пустота. Я остановился и посмотрел под ноги. Подошва у моего ботинка стояла на квадратной металлической крышке люка, которая была заблокирована, продетой через дужки арматурой. — Дядь Миш, — окликнул я его. — Тут люк. — Чего там у тебя? — спросил он, выбитый из ритма. Вернувшись ко мне, он недолго поглядел на крышку и сказал. — Ну, открывай, посмотрим, что там. Нагнувшись, я с трудом вытащил заржавевшую арматуру и откинул крышку, посветив вниз. Луч фонаря выхватил из темноты ржавые скобы, вбитые в старую, куда старше этой свечки, кирпичную кладку. Там, где скобы заканчивались, был виден пол, покрытый толстым слоем какого-то ива. — И что это? — спросил я, взглянув на дядю Мишу. — Да охрен его знает! — ответил он, почесывая в затылке. — Ну, спуститься, посмотреть надо. Скорее всего, общая канализация. — А может, нахрен? Нам только за подвал платят. Спускаться вниз совершенно не хотелось. То самое чущего просто кричало об этом. — Ага, там вообще стояки-то. Или узлы могут быть. А если нас просят, как там дела, что мы ему ответим? — И вот плакали о нашей денюжке, — сказал дядя Миша. — Давай, лезь, не выкручивайся. Немного поколебавшись, я понял, что жадно все-таки победила трусость, и, вздохнув, поставил ноги на верхнюю скобу. Та слегка прогнулась под моим весом, и я почувствовал, как она выходит из старого кирпича. — Эта древность под нами не рухнет? — опасливо спросил я. — Не рухнет, лезь давай. Раньше навикады и для людей строили, не то что сейчас. Смирившись, я начал осторожно спускаться, аккуратно ставя ногу на каждую скобу и боясь, что сейчас вывалится из стены, и я полечу вместе с ней вниз. Но скобу выдержали, и я спустил себя из происшествий. Я смотрелся вокруг. Это был канализационный тоннель. По кирпичным стенам также тянулись ржавые трубы. На полу была вязкая темная грязь, похожая на ил, и здесь пахло сильным ускосом. Над головой заскрепили скобы, и мне на голову посыпалась кирпичная крошка в перемешку с ржавчиной. Это кряхтя спускался дядя Миша. Я постепенно отошел, и дядя Миша спрыгнул вниз. «Пойдем, поищем стояк», — махнул он рукой и бодро зашагал вперед. «Ну и вани еще здесь». Я двинулся за ним. Спустя десяток метров дядя Миша вдруг выматерился и отскочил назад. «Напугало, тварюга!» — крикнул он и пнул что-то перед собой. Крупный серый комок ударился об стену и, запищав, убежал дальше в тоннель. Это была крыса. «Ну и здоровая же, зараза!» Крыса и правда была очень крупной, наверное, чуть меньше дворовой кошки. До этого я видел, как обычного размера крысы бегали у стен, не особенно нас опасаясь. Но эту тварь, наверное, можно занести в Книгу рекордов Гиннеса. Тут вдалеке тоннеля послышался звук, отдаленно напоминающий шум воды из пароруменной трубы. Дядя Миша поднял палец вверх и сказал, «Говори уже, что-нибудь найдем. Идем глянем, что там течет». Тут я уже не стал с ним спорить, все-таки нужно устранить поломку, и мы бодро, насколько, конечно, позваливая вязкой грязь, зашагали на шум. Инструменты наверху остались. Не с руки с ними по этой лестнице корячится. «Сейчас глянем, что там, и вернемся за ними», — продолжал крыть дядя Миша. Но чем ближе мы становились к звуку, тем меньше он становился похож на шум воды, и желание идти к нему уменьшалось с той же скоростью. Теперь звук напоминал пересыпающиеся гальки, словно какие-то жесткие предметы терлись друг от друга. И у меня складывалось впечатление, словно звук сам двигался к нам. Наверное, это была просто акустика. Мускусный запах становился все-се сильнее. Наконец мы приблизились к очередному повороту. Судя по всему, источник шума прямо за ним. Теперь он вообще не похож на звук воды. Дядя Миша шел впереди меня и завернул за угол чуть раньше. Когда я шутнул за поворот, луч моего фонаря выхватил дядю Мишу, завороженно смотрящего на что-то перед собой. Я перевел взгляд туда же. И крик застрял у меня в горле. Перед дядей Мишей возвышалась серая, бесформенная и пульсирующая масса, занимающая весь тоннель. Короткая шерсть покрывала огромное тело. Нет, сотни больших тел, сросшихся между собой. Маленькие черные глазки покрывали практически всю массу, словно прыщи. Некоторые глаза были белесыми, и из них сочился гной. Отовсюду торчали облезвые хвосты, словно остатки волос на большой блесевшей голове. Множество острых мордочек и пасти с желтыми и гнилыми резцами. И бесчетное количество когтистых лапок, шаривших по кирпичным стенам и стучавших по ним коготками. Вот откуда звук, пронеслось в голове. В нос ударило удушающее запугное мускуса. Крик, готовый вырваться наружу, утонув практически осязаемой воне. «Матерь Божья!» – прошептал дядя Миша. Его фонарик упал в грязь. Вонь заполняла собой мозг, одурманивая, заставляя стоять на месте. Вдруг я поймал в себе на мысли, что сейчас отключусь. И пелену в мозгу, словно фонарный луч разрезал мысль. «Бежать!» – «Валим!» – крикнул я и дернул дядю Мишу за плечо, развернулся на каблуках и рванул прочь. За спиной я слышал чавканье ботинок дяди Миши. Он бежал за мной. Царапание когти высилилось. Тварь двигалась за нами. Еще два поворота, и мы на финишной прямой клюкву. Всего два поворота, расстояние между которыми какие-то полтора десятка метров. Но сейчас это кажется марафонской дистанцией. Ужас одновременно подхлестывал и отнимал силы бежать. Ботинк вязали в грязи. Скорее всего, это был не просто ил, а крестин и помет. Но сейчас мне было глубоко наплевать. Дядя Миша пыхтел за спиной, а тварь быстро стучала множеством коготков по стенам. Вот он, первый поворот. Подбежав к нему, я обернулся. Дядя Миша отставал от меня всего на пару метров, а за его спиной, практически с таким же интервалом, ползло это нечто. Двигалось оно на удивление быстро, впиваясь множество коготков в стену и подтягивая себя. Я завороженно смотрел на этот кошмар. Из ступора меня вывел дядя Миша. Пробегая мимо, он хлопнул меня по плечу. Я рванул вслед за ним. Теперь мы бежали на одном уровне. По раскрасневшемуся лицу ручьями тек пот. Ему было куда тяжелее бежать. Но неотстающий скрежет коготков по кирпичу придавал сил. Нечто не отставало. Звук его передвижения заполнял собой весь тоннель, вытесняя наше дыхание из шлепания ботинок по грязи. Все инстинкты во мне кричали и метались внутри, как люди при пожаре. Но весь этот глуман перекрикивал один язычный и властный голос, приказывая бежать. Я бежал. От вон из первого дыхания, которого и так не хватало. Но я бежал. И вот наконец последний поворот. За ним финальная дистанция и спасительный люк. Но когда мы поравнялись поворотом, дядя Миша вдруг остановился и, захрипев, начал колотить себя по груди. Затем он закашлялся. Из его рта вылетела шелуха от семечки. Кашель начал спадать, но он не успел надышаться, как тварь нагнала его, и несколько крестиных пастей вцепились ему в голень. Дядя Миша вскрикнул и повалился в грязь. Единственное, что он успел, схватиться за одну из труб, проходящих по стене. Паника накрыла мозг, будто покрывал он. И я рванул прочь, оставив за спиной дядю Мишу. «Господи! Петя! Помоги! Больно!» Крики хлистали по ушам, отражаясь от стен тоннеля и словно бумеранг возвращались ко мне в угол. Я не хотел их слышать. Я хотел упасть, зажать руками уши, закрыть глаза и представить, что все это лишь кошмарный сон. Сейчас я проснусь, и ничего этого уже не будет. Я просто подскочу в своей постели и, часто дыша, вытру у мёвки капельки пота со лба. Но этого не произойдёт. И падать нельзя. Нельзя останавливаться ни на минуту. Малейшее промедление – смерть. И я продолжал бежать, задыхаясь. Ноги везли в вонючей грязи. Впрочем, я уже знал, что это не просто грязь, но сейчас мне было абсолютно плевать на это. «Петя!» Дядя Миша нагрывался у меня за спиной. «Не останавливаться! Бежать! Спастись самому!» «Ублюдок! Помоги же мне!» Дядя Миша снова закричал от боли. «Да твою ж мать!» Выргался я про себя и развернулся на каблуке. Липкая грязь обворилась в богору пятки, но тут же большая её часть слетела, когда я рванул к лежащему на полу дяде Миша. Он уже весь извалялся в грязи. И сейчас обеими руками держался за ржавую трубу. Увидев, что я бегу к нему, он закричал. «Отцепи от меня эту дрянь!» Нечто уже плотно вцепилось ему в ноги и тянуло дядю Мишу за угол. Это было видно и по его полному боли лицу, и по напряжению и странной натянутости тела. Подскочив к нему, я схватил дядю Мишу за руки и потащил на себя. Таблуки моего ботинка заскользили по грязи, прочерчивая широкие борозды. То, что тянуло дядю Мишу из-за угла, обладало нечеловеческой силой. Тут труба, за которую держался Михаил Васильевич, заскрежетала и вылетела из старой кирпичной стены. Тут же он намертво вцепился мне в предплечье и на собой быстро потащил их за угол. Я вспахал уже в этом грязь, дядя Миша кричал, но теперь я увидел его ноги, нижняя часть которых уже исчезла, а множество кровавленных пастей. Нечто затягивало его, словно спагетти. Когти и зубы вцепились ему в изодранную плоть, а хвосты обивали ноги, словно щупальца. Тварь жрала дядю Мишу с невероятной скоростью и тащила нас к себе с огромной силой, которая, казалось бы, не должно быть в этом отвратительном порождении кошмаров. Хотя удивляться невероятной силе огромного монстра из сотен сросшихся крыс глупо, если, конечно, этого монстра ты встретил в канализации, а не на экране телевизора или страницах книги. Нас тащило все ближе и ближе к тваре. Хрусть дяди Мишиных костей, чавканье, скрежет коготков по кирпичу. И оглушительный писк множества пасти, сливающихся в один, сводили с ума. Ноги дяди Мишу уже полностью были съедены, и когда зубы вцепились ему в позвоночник, он резко выгнулся, и его хватка ослабела. «Простите, дядя Миша», – прошептал я, высвобождая предплечье. Он посмотрел на меня полными боли глазами, и его снова силы потащило в шевелящуюся серую массу. Я начал отползать от этого кошмарного зрелища, и тут моя ладонь пронзила острая боль. Я вскочил на ноги. На моей руке висела крыса. Обычная крыса, не гигантская, не сросшаяся с другой. Я ударил ее о стену, тварь пискнула, и, разжав челюсти, свалилась в грязь. Развернувшись, я рванул к выходу. Весь пол укишил маленькими крысами, словно по приказу того существа. Они сбежались, чтобы остановить меня. Они бросались на ботинки, впиваясь в резиновую подушку и плотную кожу. Те, что забирались выше, прокусывали штаны и повисали на ногах. Я, не глядя, стряхивал их и отпинул их с пути, прибираясь к заветному люку. Сзади раздался слабый, но полный боли крик дяди Миши, а затем шум коготков по стенам стал стремительно приближаться. Далеко остаются всего пара метров. Я ускорил шаг. И вот, наконец, над головой ржавые скобы. Подпрыгнув, я охватился за нижнюю. Та задрожала, прогнулась, но выдержала. Подтянувшись, я в последний раз оглянулся. Нечто уже вывернулось за угла и стремительно двигалось ко мне. Словно на живую пульсирующей стене, на нем висела верхняя часть дяди Миши. Его кишки волочились по грязи, тут же подхватывая мы крестинами пастями. В руки, ребра, голову и лицо вцепилось множество зубов, лапок и хвостов. От этого зрелище меня замутило. И отвернувшись, я полез наверх. Тошнота усиливалась, но я продолжал коробкаться. Скобы скрепили под ногами, в ней ссыпалась крошка ржавчина. Прокусанная ладонь обжигала боль всякий раз, когда я хватался за скобу или отпускал ее. Скрежет когаков усилился. Нечто было внизу, прямо под люком. Стараясь не смотреть вниз, я кропался все выше. Вот она, последняя скоба. Хватаясь за нее, переставляя ногу, подтягиваюсь. Скоба хрустит и прогибается под моим весом. Но все-таки выдерживает спуск нас двоих. И теперь подъем меня одного должна выдержать. Пару раз дергаю ее на всякий случай. Она прочно стоит на месте. Я переношу на нее вес. И скоба с треском вырывается из стены. Мне в лицо летит кирпичная пыль, и я срываюсь вниз вместе с ней. В животе что-то ухает. Работа подступает к горло. Но я успеваю сходиться за предпоследнюю скобу, и остаюсь висеть на ней. В ладони обжигает боль. Уши режет кресильный писк, искрежет когаков по кирпичу. Вертикальная тоннель спуска превращается в рупор. Усиливаете звуки в тысячу раз. Последний рывок. Я хватаюсь за скобу обеими руками, и возвращаю ноги на место. Затем карабкаюсь вверх, и уперев ноги в самую верхнюю из оставшихся скобы, хватаюсь за край люка. Подтягиваюсь и вытаскиваю верхнюю половину тела в подвал. Затем задираю ногу и полностью выбираюсь из люка. В глазах темнеет. В животе словно запустили карусель. Я стою на четвереньках, пытаясь дышаться. И тут меня рвет. В глазах становится еще темнее, но в голове приясняется. Я падаю на спину рядом с лужей собственной рвоты. Дышать становится легче, а живот успокаивается. Немного полежав так, я, пошатываясь, поднялся на ноги. Шум внизу все не утихал, крысы продолжали пищать и царапать когтями кирпич. Нет, шум не утихал и поднимался вверх. Ужасающая догадка осенила меня в тот момент, когда из люка начало вополазать нечто, словно пена из горлышка бутылки. Оно каким-то чудом смогло выплыть наверх, ободрав бесчисленные бока и раздавил десяток своих черепов о стены. Нечто опрокинуло ящик с инструментами, и они раскатились по бетонному полу. Тут же мою левую ногу пронзило боли. Несколько ртов вцепились мне в ногу, пропустив плотную кожу ботинка. Я закричал, и тут об мою ногу что-то слабо ударилось. Я посмотрел вниз и увидел длинную крестовую отвертку. Не раздумывая, я схватил желто-черную прирезиненную рукоятку, и тут же твар потянуло меня на себя, пытаясь утащить в коллектор. Я начал не глядя бить по серой пульсирующей массе. Я не только слышал, но и чувствовал, как с чавканем и хрустом отвертка крошила кости и пробивала изуродованные тела. Я чувствовал, как пару раз промахнулся, и отвертка вспарывала мою собственную плоть. Хватка на моей ноге ослабла, и я смог выдернуть ее. Тут же я начал отползать. Нечто все лезло и лезло из люка. Я вскочил на ноги и побежал, а точнее прохромал к выходу. Боль раздирала левую ногу. Вадони тоже жгло, но по сравнению с ногой это были цветочки. Казалось, мой путь по серому бетонному подвалу длился несколько дней. Настолько я вымытался. И все время, пока я хромал у двери, за спину слышался крестильный писк. И царапали множество когтей по бетону. Наконец, впереди показался выход. Я ускорил шаг, насколько мог. И вот меня и свободу разделяла только лестница и оранжевая металлическая дверь. Я взлетел по лестнице. И как только оказался наверху, забарбанил руками по двери. «Выпустите! Выпустите меня!» Ответа не было. И тут ко мне пришло ужасное осознание происходящего. Вот почему им нужны частные сантехники. Вот почему так много платят. И вот почему за нами закрыли дверь. Чтобы больше ее не открывать. По крайней мере, до следующих работников. Я прислонился спиной к двери и медленно сполз по ней. Звук когтков по бетону и писк приближались. Но у меня уже было все равно. Мне отсюда не выбраться. И какая теперь разница? Рядом это кошмарное нечто? Или это просто игры подвальной акустики? Писк искрежет когтков все ближе. Он растет. Поднимается до потолка, заполняя с собой все пространство. Запах мускуса, гневой плоти и крови становятся все ярче и отчетливы. И тут в замочной скважине заскрежетал ключ. Дверь дрожала от каждого поворота. Я не успел встать, как дверь распахнулась. Я вывалился на улицу спиной вперед. Дневной свет, показавшийся после темноты, подавал лучом прожектора. Ослепил меня на несколько секунд. Тот-то подхватил меня под мышки и потащил наружу. Как только мои колыбаки стукнули о порожек подвальной двери, я потерял сознание. Потом я очнулся в машине Дмитрия. Он обработал меня раны и дал выпить фляжку чего-то. То ли виски, то ли коньяк. Не помню. Помню, что вылакал всю фляжку практически за лопом. И только тогда дрожь перестала мотать меня из стороны в сторону. Затем я подписал кучу каких-то бумаг о неразглашении и, получив шестизначную сумму в конверте, был высажен у дома. Тогда мне перегрызли ахиллы высохожилия. И я хожу с тростью по сей день. За время лечения допросов я многое узнал. Я узнал, что есть вещи, над которыми государство не властно. И оно предпочитает закрывать на них глаза. Подобные явления есть везде. И власти тщательно скрывают факты их существования. И, конечно, я знаю, что мне нельзя рассказывать об этом никому. Но мне уже плевать. Потому что в последнее время в подвале моего дома стало слишком много крыс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok